Здание учебного корпуса было переоборудовано в помещение для тех, кого суд приговорил к принудительным работам. Помещение делится на две стороны, мужскую и женскую. И отличается оно некоторыми деталями. На женской стороне в бытовых комнатах можно встретить стиральные машины, гладильные доски, утюг и, конечно, зеркало. Ведь даже осужденная женщина хочет выглядеть прекрасно. Таких участков всего 9 по России. Они появились с 1 января по указу президента. Здесь есть все необходимое для жизни. Два крыла, мужская и женская, оснащены кроватями, душевыми кабинами, мебелью. График у осужденных весьма лояльный. Они будут обеспечены работой. В центре фактически будут только ночевать. При всей мягкости наказания в первую очередь оно рассчитано на дисциплину. Осужденные должны строго пребывать в назначенный срок, иначе им грозит наказание. В первую очередь мы, конечно же, с ним проводим просто беседу. Беседуем, что так нельзя делать, это нарушение, что в дальнейшем уже будет к вам применяться более суровые методы. То есть в дальнейшем уже выигры, строги, что в свою очередь влияет также на условно-досрочное освобождение, отмену всего. А в дальнейшем, если уже не понимаем человека, уже будем в штрафное помещение помещать. То есть, соответственно, до 15 суток, то есть он уже будет изолирован полностью. Отбыв при такой мере наказания две трети срока, а это от двух до пяти лет, человек может взять отпуск или даже вовсе покинуть стены центра и снять квартиру в отведенном районе, но отмечаться каждую неделю. Пока в центре нет ни одного жильца, тем временем для них готовы спортивные актовые залы, комната отдыха, столовая и даже футбольное поле. Если забыть о контроле со стороны ведомства, место напоминает пионерский лагерь, хотя выгода для государства от такой формы наказания бесспорно есть. У нас штат вообще минимальный, нет охраны, нет сотрудников ВТСО, но многих служб отсутствует. То есть не надо тратить дополнительные деньги. Опять же питание, если он желает сам питаться, опять же одежда. Если он захочет, он одевается, то государство на то, чтобы его одевать, деньги не тратит. Но кроме того, что он работает, он еще уже отчисляет деньги государству. Принудительные работы – это эксперимент. В Самаре пока корпус рассчитан на 35 человек. Если осужденных будет больше, разместят и их. В ГУФСИ не прогнозируют, если система будет успешной, подобные центры появятся в каждом регионе. Марьяна Мирная, Василий Колдашов. События.